всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 28 апреля 7 утра так как у нас днем ожидается опять температура под 30 26 28 поэтому если что-то хочешь сделать в теплице я вот про себя то нужно конечно очень рано туда идти поработать днем невозможно я сейчас вот сниму ежедневный утренний обзор и пойду там где-то подвязывать где-то что сейчас пройдемся по всем теплицам по возрастающей именно сегодня 28 апреля я хочу по как по подробнее рассказать о томатах в теплице потому что в прошлом году именно в эти дни 26 28 апреля я первый раз начала но высадила в первую теплицу первые томаты а в этом году из-за подогрева грунта высадила на месяц раньше и сегодня вот в эти даты когда в прошлом году я только высаживала нынче уже они растут можно сравнить и ощутить вот ту разницу которую я получила от обогрева грунта сразу хочу сказать вот про этих томаты которые голышом кто-то там боялся что нельзя было их надка везде под ногами что нельзя было их без укрытия оставлять вдруг роса или что вы видите что все у них состояние хорошее они не мокрые не в россии вот наоборот в конденсате чаще бывают в теплице но сегодня я теплицы оставляла с открытыми форточками надеюсь меньше будет конденсата сейчас еще заглянем вот сюда где у меня тоже на закаливание более молодая это вот постарше а в этих балаганах видите прячутся там уже высажена в открытый грунт а здесь просто на закаливание вот кстати та которая накрыта пленочкой видите наверное вот у них то как раз росиночки есть на листиках а те которые открыты они переночевали лучше потому что все таки ветерок наверное их осушает так не будем долго здесь задерживаться вот здесь они именно закаливаются вот это та самая теплица номер один которая в прошлом году тоже высаживалась в ранние сроки но в ранние сроки это вот в конце апреля 26 по 28 три дня я высаживала и в это время только год назад естественно я высаживала ну там сколько 7 8 10 листов и бутон цветочный был конечно высадка на месяц раньше дала мне преимущество потому что я уже показывала что здесь не только они цветут но уже и завязи висят но это вы все видели и вот благодаря подогреву грунта в этом году у меня появилась возможность и высадить раньше и надеюсь получить урожай здесь раньше но судить об этом будем потом потому что еще впереди май месяц который тоже может быть полон сюрпризами но пока что все идет по плану все идет хорошо и конечно я очень довольна что решилась на этот подогрев грунта что не пост не побоялась и высадила в марте в конце марта на месяц раньше видели кто смотрел вокруг теплицы лежали сугробы и это было как-то выглядело не очень естественно что я пробираюсь через сугробы захожу в теплицу и начинаю здесь что-то работать высаживать смотрелось конечно дико но все получилось я надеюсь получить здесь ранний урожай мой агроном очень это требовательный агроном у меня все проверяет каждый мой шаг так с этой теплицы все нормально вот через месяц после высадки мы выглядим вот так все они цветут все они некоторые уже с завязью и сегодня а нет завтра же я буду утром из-за того что стоит очень жаркая погода для обработки листовой нужно вставать очень очень рано потому что вчера даже до позднего вечера стояла жара я завтра встану в 6 утра и буду сделать здесь первое борное опрыскивание кто практикует вот такое борное опрыскивание они знают что борное опрыскивание по листу обычно огородники применяют для того чтобы чтобы не было пустоцветов чтобы увеличить количество завязей потому что я все-таки вот насчет этой температуры в теплице в этой очень высокая температура как раз период массового цветения нужно немножко им помочь чтобы было побольше завязи все вот завтра утром буду делать борное опрыскивание по листу но в теплице без подогрева тоже конечно томаты и растут и цветут тут я уже пленки все убрала потому что томаты огромные они заваливаются пришлось ставить колышки подвязывать и здесь мы уже все живем в обычном режиме они уже такие как которые как бы я предполагаю что мороза больше не будет потому что они уже привязаны к оле все пленки убраны тоже я посмотрела некоторые уже завязывают маленькую зависть но все равно здесь чуть попозже будет и хочу отметить смотрите несмотря на то что форточки были открыты видите на всех томатах все таки капельки вот этого конденсата но сейчас он быстро просохнет потому что на улице тепло главное чтобы не было холодно конечно томаты не любят когда на них вот этого троса висит но куда деваться ранней весной это у нас бывает очень часто сегодня буду продолжать высаживать на бордюрах потому что у меня не все до высажены этот вот полностью ряд а этот я как половина остановилась хочу сказать хотя я часто повторяю но температурный режим сейчас волнует всех вот у меня сейчас температурный режим ночью 9 и вот всем утра тоже 9 днем будет выше 20 температура грунта сейчас 14 градусов я сейчас специально посмотрела потому что многих интересует и при какой температуре грунта можно высаживать я сегодня постараюсь видео подробное снять потому что некоторые пишут что у нас нет градусников чтобы мерить температура грунта да у меня его всю жизнь не было первый раз градусник у меня появился благодаря вот зинаиде медведевой которые из москвы мне прислала помогла там приобрести всегда мерила рукой я расскажу как я это делала и опять расскажу смешную историю как раньше проверяли пора ли сеять рожь нам один мужчина комментарий написал мне он очень понравился запомнила его на всю жизнь вот сегодня про температуру грунта постараемся поговорить не поверите я в этом году так занято вот с этой с ранней теплицей что-то с этими с новой теплицы бегаю туда-сюда мне даже некогда было объесть лук суворова в прошлые годы он весь стоял голышом потому что я постоянно выходила его резала делала салаты а нынче смотрите он как разросся и вот эти вот шишки скоро зацветут огромные сиреневые цветы будет очень красиво я вам его покажу теперь лист маленечко стал грубоватый не знаю попробую съедобный он или нет обычно его едят только в молодом виде ну и уже традиционно каждое утро я показываю насколько продвигаются у нас дела по сборке вот этой уральской легенды это смех и грех конечно если бы у нас были профессиональные сборщики они бы сделали это быстро сегодня то ли четвертый то ли пятый день сборки у меня муж даже на работе взял несколько дней за свой счет выходные чтобы поскорее мне собрать теплицу но так как она не совсем простая тут много всяких элементов пока у нас вот на таком уровне сегодня вот выйду протирать буду потому что тут пока они прикрепляли этот поликарбонат в перчатках же все это тут оставили свои отпечатки но я вот смотрите хочу вам показать крыша уже видите немножко в конденсате это значит что здесь уже создался свой такой тепличный микроклимат эффект и если двери вот например зашить то сюда уже можно ставить и томаты на хранение пока здесь ничего не готово можно хотя бы на случай там похолодания можно сюда что-то занести поставить уже похоже на жилой домик конечно здесь еще все это есть строительный мусор бардак все это нужно убираться нужно натаскивать сюда земли свежей земля за оградой стоит еще работы очень много я все смотрю какая же все таки она огромная я не могла понять почему она мне кажется такой большой вроде размер 3 на 8 такой же как у моих старых потом только до меня дошло что те теплицы которые арочные они же 3 только у основания а потом смотрите сразу они раз и вот так вот вот весь этот объем то убирается а тут она то ли метр восемьдесят вот это в высоту стена то и вот за счет того что стена ровная прибавляется очень много объема вот этого тут уже не будешь по бокам вот так вот скрюченном виде ходить во весь рост но осталось наверное один денек и все теплица будет готова тут мы уперлись в сложность но не мы конечно муж там же надо вот в потолке этим вставлять форточки коньковый блок с терморегуляторами вот это сложно таких форточек мы еще не видели там же какие-то много штучек надо все это все собирать туда как-то прикручивать там дырки вырезать а я даже не знаю как он это будет делать но остальное вроде все сделал все как будто бы фабричное и вот когда нам говорили что вы специалистов лучше наймите оказалось что у нас в городе раз у нас нет таких теплиц в продаже вот где покупаем нет и сборщиков для этих теплиц все они эти сборщики они собирают вот эти арочные теплицы которые мы и сами там собрал каркас раз накинул вот этот лист и все не нужно никакие вот эти усложняющие элементы короче мы даже если захотели профессиональных сборщиков мы не смогли бы нанять так что вот муж сыном уже четыре дня тут работают очень медленно но зато как они делают все качественно хорошо как для себя они знают прекрасно что если сделают плохо то им тоже будет очень плохо но это конечно шутка но в каждой шутке из-за аномально теплой погоды раньше времени вылезли пионы вот они уже все на цвету еще апрель они уже смотрите какие кусты все у нас нынче все раньше времени хочет свести примула весенняя видите тоже цветоносы выбросила я ее в прошлом году не не рассоединяла не рассаживала на маленькие кустики это делать нужно вот нужно мне тоже браться за цветы вот это семейство большое рассоединять пореже иначе она может ну как хуже и будет ее надо регулярно хотя бы раза в два в три года рассаживать уже вот а я даже в том году осенью не почистила думала весной весна видите какая ранняя хозяйка не успела еще почистить а она уже цвести хочет ну и самая главная сегодняшняя новость наконец-то мы забрали привезли к нам в бискву в наш магазин агроном из барнаула мне вот эту вот которые как говорила буду делать в тоннель но высокий чтобы можно было туда заходить я вот еще даже не распечатывала привезли поставили у нас когда я но я сегодня все подробно расскажу я уже рассказывал для чего я хотела вот для раннего выращивания в тоннелях но именно высокорослых именно крупноплодных нормальных и вот из агронома я заказала ее купила еще давно из-за карантинных мер ну что-то там не знаю мы могли долго из барнаула привезти вот привезли эти мы просто здесь забрали но биски у нас к сожалению не было в наличии пришлось но я потом расскажу как заказывать через интернет потому что сейчас сильно товары нам не завозят в магазина магазина почти все закрыты приходится пользоваться заказами из интернета первый раз заказала через интернет хотя рядом они в барнауле находятся пришлось барнаула до биска заказывать и получать уже здесь ладно все вот это все новости на 27 апреля сегодня очень много планов у меня работать буду и эти буду разбирать и вам покажу из чего он состоит это вот я для томатов для ранних и раз уж я делала заказ через интернет заодно и заказала маленький парничок для выращивания перцев и баклажанов у меня перцы и баклажаны зацветают в томатные теплицы и обычно их не высаживаю потому что у меня там томаты так томаты прям несколько штук для раннего урожая хочу высадить на улицу и вот в этот парничок все вам потом расскажу все до свидания